Добрый вечер, дорогие коллеги и наши будущие коллеги, медицинские студенты во всех уголках мира, где бы вы ни находились. Меня зовут доктор Светлана Шамон и я врач-кардиолог высшей категории в Соединенных Штатах Америки. Я имею 20-летний стаж работы кардиолога и основатель и президент компании, которая называется CardioSeeds. Мы помогаем врачам, таким же, как и мы с вами, бороться с последствиями выгорания на работе. Я имею высшую сертификацию Американского Совета Кардиологов и высшую сертификацию Американского Совета Медицины Здорового Образа Жизни, а также международную сертификацию как тренер по здоровью и оздоровлению. Я веду свой собственный подкаст под названием CardioSeeds, который посвящен здоровому образу жизни. Сегодня мы с вами будем начинать первую лекцию из нашего цикла, из цикла трёх лекций, который будет посвящен нашему модулю, который называется «Врач-иностранец в Америке». Курс выживания и как избежать выгорания. Я решила предоставить вам этот курс, потому что выгорание и его, избежание его последствий и работа с врачами, у которых наступило выгорание, это моя специализация. И я хочу помочь вам с тем, чтобы предупредить вас, какие могут быть ошибки у иностранных врачей, которые сюда приезжают. Как, собственно говоря, какие ключи к успеху врачей, которые приезжают сюда, в Америку, через что вам придётся пройти здесь, через какие сложности и процессы, и что вас здесь ожидает, какие неожиданности, так сказать, подводные камни. И мы постараемся с вами поговорить о ключах, не только ключах к успеху, но и о том, какие бывают причины для выгорания у врачей в Америке, не только у иностранных врачей, но и всех остальных врачей. Какие симптомы выгорания, причина не только связана с работой, но и со всеми остальными факторами. Как их избежать, и как бороться с выгоранием, которое уже наступило. Я считаю, что я имею право об этом говорить со своим 30-летним опытом пребывания не только в Америке, но и с 20-летним стажем работы, как успешным стажем работы, как кардиолог здесь, в Соединённых Штатах. И как основатель компании, которая помогает врачам и другим медицинским работникам бороться с последствиями выгорания. Итак, давайте начнём. Сегодняшний урок будет посвящён... Да, я разделю этот цикл, эти уроки на три важные части. Первая часть будет посвящена вашему успеху, чем будет предопределён ваш успех в Америке, как врача, который приехал сюда. Вторая часть будет посвящена перегоранию, от чего оно происходит, что перегорание может наступить при самых благоприятных условиях, его причины и симптомы. И третья часть, может быть, самая важная, будет посвящена тому, как избавиться от перегорания, как его предупредить и как с ним бороться. Так вот, давайте начнём с самого первого этапа и поговорим о том, чем будет предопределён ваш успех. Успех. Собственно говоря, перед тем, как вы приедете в Америку и после того, как вы сюда попадёте. Успех как врача, как специалист. Когда я готовилась к этому семинару, я написала некоторые вещи для себя, заметки сделала. И я пришла к десяти причинам или десяти факторам, которые предопределят успех иностранного врача в Америке. И они... Я вам сейчас их перечислю, а потом мы о них подробно поговорим. И сегодня вот на это мы, так сказать, будем основывать свой сегодняшний урок. Первая причина — это, собственно говоря, причина вашего непосредственного приезда в Америку. Либо она планированная, запланированная, либо она незапланированная, неожиданная. Так как, например, как беженец или вас привела сюда семейная трагедия. Незапланированная причина. Второй фактор, который предопределит ваш успех, — это уровень вашего английского языка. Когда вы сюда приедете, включая разговорный и ваш акцент, американский акцент. И, конечно же, уровень вашего медицинского английского языка. Потому что сразу предупрежу, что терминология, которая здесь употребляется в медицине, совсем не такая, которую мы учим в медицинских вузах там за рубежом у себя. Тем более в России, на Украине и в странах бывшего Советского Союза. Третий момент, которым будет предопределяться ваш успех, — это то, где вы кончили мединститут. Страна и город. Дальше. Уровень вашего знания поведения и привычек американцев. И желания и возможности этим привычкам и поведению соответствовать, когда вы уже здесь, в Америке. Дальше. Ваш возраст, семейное положение и пол. Мужчина или женщина. Ваша специализация в стране вашего проживания сейчас, или если вы ещё находитесь в обучении, та специализация, которой вы сейчас обучаетесь. Дальше. Ваш успех будет непосредственно зависеть от уровня вашего психического и физического здоровья. Следующий фактор, предопределяющий ваш успех в Америке, — это ваше поведение и наличие или, скорее всего, отсутствие вредных привычек. Следующий фактор — это город или местность, или город, в котором вы поселитесь. Поселитесь в самом начале после приезда, в том месте, в котором вы будете жить во время своего тренинга, и в городе, в котором вы будете, в конце концов, работать на первой работе и на своих последующих работах. Скорее всего, все эти места будут разные. Я вам объясню потом, почему. И все эти места — это очень важно, какие они именно будут. И я тоже объясню, почему. И последняя, но немаловажная и очень важная вещь — это какая специальность, какую специальность вы выберете себе после того, как вы сюда приедете и уже начнёте свой тренинг, и начнёте работать. А специальность в медицине будет очень важна для того, чтобы вы имели успех и для того, чтобы вы не выгорели на работе. Так вот, сразу же вам скажу, будьте реалистичны в постановке своих планов сразу же. Не, пожалуйста, не ставьте себе планы, которые нереалистичны. Мы всегда говорим о том, что нужно себе планы ставить, которые смарт, да, смарт, умные планы. Так вот, смарт-планы имеются в виду то, что вы их сможете реалистично достигнуть. И именно они должны быть на какие-то такие промежутки времени, которые вы сможете себе видеть именно вот в своём визуализации делать и достигать их в какие-то реалистичные промежутки времени. Не делайте себе планы на 20-30 лет, которые вы не сможете, допустим, проследить в своём даже воображении. Вот, и не ставьте себе планы, которые вы заведомо не сможете достигнуть. Допустим, если вы, ну, женщина, допустим, с двумя детьми и едете сюда с шатким браком, или у вас нет мужа, и, допустим, не дай бог, у вас там куча хронических каких-то заболеваний, или вам уже там далеко за 40, и вы не владеете английским, или закончили, допустим, вуз в каком-то, ну, скажем, маленьком городишке, в каком-то совсем неизвестном, ну, не очень, скажем, хороший медицинский институт, вот, то, скорее всего, реалистично у вас не будет возможности стать здесь, ну, знаменитым нейрохирургом, или, там, допустим, ну, выдающимся пластическим хирургом, который будет работать в Голливуде, и Дженнифер Лопес, скажем, оперировать, там, ну, делать ей пластическую хирургию, правильно? Вот, то есть, если вы это себе запланируете в голове, потом это не произойдёт, то не нужно будет, там, бросаться с небоскреба, скажем, вот. Вот, делайте себе реальные такие планы в голове, чтобы потом не произошло фиаско и разочарование, и, так сказать, выгорание, да? И вот, давайте поговорим обо всех этих вещах более подробно. Начнём с причин вашего приезда в Америку. Причина приезда в Америку. Чем более запланирован приезд, тем, естественно, у вас больше шансов на успех, по крайней мере, на первое время. То есть, у вас будет больше времени на подготовку, на обучение английского языка и на то, чтобы вы просто подготовились, так сказать, к приезду, выучили больше о привычках, об Америке и так далее и тому подобное. И, конечно же, больше подготовились к тому, что будет здесь происходить, и набрали информацию. Если же вы находитесь в такой ситуации, как, допустим, беженцы, которые должны сразу же бросаться к самолёту, бежать, просто на них бомбы сыпятся, то, естественно, у вас нет никакой другой выхода. Это нужно делать, нужно сюда приезжать и просто потом уже всё это разбирать на месте. Естественно, вам будет труднее в данном случае. У вас будет больше работы. Чтобы вы не говорили, вам придётся сделать больше здесь. Но это не говорит о том, что это невозможно. Я была беженцем в своё время. Я приехала сюда без языка. Я приехала сюда неожиданно. Мы не собирались сюда ехать. Мы не готовы были. Мы приехали сюда 30 лет назад. Не было ни компьютера, ни интернета. У нас не было знакомых никаких. И я не говорила по-английски. Я закончила ВУЗ на Донбассе. И у нас, ну как говорится, понимаете, как ни в Москве, ни в Петербурге, даже не в Киеве. Вот. И, собственно говоря, неизвестно говоря, всё это... Да, и у меня было двое детей. К тому же. И у меня рассыпался брак после приезда тоже. Вот. И, несмотря на всё это, я добилась очень больших успехов в Америке. И я стала не только кардиологом. Я работала в очень хороших местах. И у меня сейчас своя компания, успешный бизнес и всё такое прочее, чего я вам желаю. Вот. И всё это возможно. Только бы было бы желание. Но я, конечно, хотела бы, чтобы многих таких вещей, которые, через которые мне пришлось пройти, скажем, вам не приходилось бы проходить через них. Вот. Поэтому я вам скажу сейчас планируйте, начинайте планировать. Даже если вы бешенец, начинайте учить английский, медицинский английский, тем более. Начинайте учить американский английский, их диалект, их идиомы, терминологию, идиомы, сленг и так далее. Смотрите видео, общайтесь, посещайте онлайн-курсы на интернете. С вузом ничего поделать, конечно, невозможно, но и в месте, в котором вы учились, ничего поделать невозможно. Но что можно сделать? Это можно переделать своё резюме, которое здесь называют «curriculum vitae» или «CV», так, что оно будет выглядеть, как конфетка, конечно. То есть этим нужно серьёзно будет заняться. Наймите себе человека, который профессионал по резюме, и чтобы он вам написал его так, чтобы не к чему было придраться вообще, чтобы оно выглядело так, как резюме Джеффа Безоса. Дальше. Ничего невозможно сделать с возрастом, либо полом, но если вам уже за 30, или особенно если вы женщина, и тем более женщина с детьми, допустим, или, не дай бог, с шатким браком, что я вам могу посоветовать? Это не выбирайте специальности, которые очень рискованные или в которых очень трудно и много работать придётся. Вы быстро перегорите, допустим, скажем, стрессовые специальности, которые связаны с хирургией или акушерством в гинекологии. Там очень много стресса, очень большие нагрузки, и там, скажем прямо, большая вероятность быть, ну, просто люди судятся, пациента с обречением очень много, вот, поэтому этого делать не стоит, если у вас уже так дома много на вас всего там нагрузок, большие нагрузки. Вот, разберётесь, короче, с этим. Если вы замужем и женатый, мой вам большой совет, пожалуйста, сохраните свою семью любой ценой, любите друг друга, помогайте друг другу, берегите друг друга, берегите семью. Так успех зависит от того, как вы останетесь вместе, понимаете, и как ваша семья будет, насколько она крепка будет. Очень важно сохранить семью. Разводы и разбитые сердца здесь очень дорого стоят. Разводы и вот эти вот, как говорится, когда деньги платят на детей, пособия на детей, которые платят после разводов, отцы там или матери и так далее, тому подобное, они очень дорого стоят здесь и разбивают полностью карьеры, разбивают сердца и так далее, и тому подобное, это не стоит этого делать, если можно этого избежать. Так, дальше. Если у вас семья, в которой молодые специалисты, нет ещё детей, либо если вы не замужем и не женаты, и у вас нет детей, подумайте тысячу миллион раз, чтобы заводить детей, прежде чем заводить детей, если у вас ещё не пришёл ваш тренинг, и вы не стали ещё на ноги, как с молодым специалистом. Лучше этого не делать, пока вы полностью не станете на ноги и тем более не привозить родителей, пока вы полностью на 100% не станете на ноги, как специалист в Америке. Это вам может очень дорого обернуться. Подумайте об этом, тем более, особенно если у вас они будут на вашем полном материальном обеспечении. Медицинские страховки очень дорого, тем более, если они не говорят по-английски, не смогут здесь работать. Конечно же, если они смогут здесь работать, родители, и говорят по-английски, и смогут сами себя обеспечивать, это полностью их право, их проблемы. Но если вы за родителями и за детьми ещё к тому же будете ухаживать, то вы просто не справитесь с этим. Подумайте сто раз. Дальше. О специальности, которая здесь у вас будет после приезда, совсем не гарантия того, что вы сохраните свою специальность, которая раньше у вас была. И не стоит разочаровываться в этом. Ну и что, если у вас не получится сохранить специальность? Чаще всего не получается сохранять ту специальность, которая у вас была раньше. Тем более, если она была очень элитная. Если вы были, допустим, пластический хирург, или нейрохирург, или кардиохирург, допустим, скорее всего, что вам не придёт, не сможете вы подтвердить эту и сохранить эту специальность. Они очень элитные здесь, в них очень большая конкуренция, в них трудно попасть. Конечно, вам будет честь и хвала. Честь и хвала вам будет, если вы сможете в них попасть, если вы сможете в них продвинуться, если вы не перегорите в них, и так далее, и тому подобное, то стремитесь, вам, как говорится, карты в руки, если вы хотите, если вы сможете, всё там, варитесь и делайте. Но, если вы не сможете попасть именно в эту резидентуру, в эту там, узкую специализацию, не разочаровывайтесь, делайте что-то другое, там, не останавливайтесь на достигнутом, идите своей дорогой, делайте медицину, становитесь врачом, продолжайте, продолжайте борьбу, как говорится, ничего страшного, если вы будете врачом не по своей специальности, здесь очень многие это делают, так, будьте готовы, чтобы не разочароваться, опустите немножечко планку, врачи здесь очень хорошо зарабатывают, несравнимо с тем, как зарабатывают врачи даже в других странах, развитых мира, не говоря уж о том, как зарабатывают врачи в странах бывшего Советского Союза, то есть, чтобы вы, там, какая бы специальность у вас здесь не была, вы будете всё равно жить, как говорится, материально лучше, чем вы живёте сейчас. Вот. Дальше идём. Огромная конкуренция в следующих специальностях. Дерматология, пластическая хирургия, стальмология, нейрохирургия, ортопедия. И, в общем, так. Если вы захотите в эти специальности попасть и попадёте, то, как говорится, вам памятник нужно будет поставить. Молодцы. Продолжайте работать дальше. Только осторожненько, конечно, чтобы там не выгореть и так далее. Но если вы сейчас акушер-гинеколог, я не советую вам продолжать, прямо-таки не советую продолжать вам быть акушером-гинекологом здесь. Конечно, если вы жить без этого не можете уже, просто вот не можете жить без акушерства, конечно, тогда идите в акушерство, если вы туда попадёте, конечно. Но там очень много подсудных вот процессов. Знаете, как вот пациенты судятся вот с докторами, там, тем более, там, если ну, детки там маленькие задействованы и так далее, там, потому что вы не захотите быть в таком положении. Я вам сразу говорю. То риск большой, да? То же самое. Педиатрия. Внутренняя болезнь. Если у вас нет специальности узкой, я вам советую, когда вы здесь будете, пройдите ещё дополнительно три года специализации, найдите себе узкую специализацию во внутренних болезнях. У вас будет не только высшая зарплата, у вас будет больше уважения, и у вас будет меньше нагрузка, у вас будет на вас, да? Меньше работы будет у вас немножечко. Вот. И высшая зарплата, конечно, да? Я уже сказала. Внутренняя болезнь здесь называется Internal Medicine без узкой специализации. Это просто, ну, не знаю, это канитель очень большая с маленькими зарплатками и очень большим, так сказать, ну, выдохнитесь быстро. То же самое семейная медицина. Семейная медицина мало платит и много слишком работы. Можно легко попасть, легко попасть, да? Нам много платит, мало платит. То есть и очень тяжело работать. Другая крайность – пытаться продолжать карьеру в специальности с высоким риском. С высоким риском, да? Как классическая хирургия, травматология или педиатрическая хирургия. Конечно, скажем прямо, можно туда попасть, если очень хотеть и так далее, но нужно ли? Нужно ли, да? Когда вы там вымотаетесь просто, как, не знаю, как просто, ну, у вас вымотается там душа и тело, как говорится, и стоит ли это делать, непонятно, да? Дальше. Безмышного психического и физического здоровья в Америке врачом быть невозможно. Невозможно будет пройти даже первый год резидентуры. В Америке медицина очень выматывает. В медицине нужно быть здоровым, как и врачом, так и резидентом и всю оставшуюся жизнь. Если хроническое заболевание, страховки очень, ну, они всё хуже и хуже, медицинские страховки становятся, платят всё меньше и меньше, приходится доплачивать, конечно, за каждый визит к врачу, медикаменты очень дорогие. То есть специалист, у которого хроническое серьёзное заболевание, он будет много пропускать на работе, его не будут там видеть, уважать и так далее. Его, в принципе, могут даже уволить в какое-то время. И нездоровый врач здесь не будет котироваться, просто-напросто его не будут продвигать к работе. Вот. Что дальше? Да. Если, не дай бог, резидент, резидент или там узкий специалист, который ещё в тренинге болеет, во-первых, платят мало резидентам, прямо скажем, им там хватает только на квартиру немножечко, вот, покушать, одеться, обуться и так далее. Лекарства дорогие, на лекарства будет не хватать, если они очень дорогие, редкие лекарства. То есть лучше не болеть, конечно. Про город. О городе, в котором вам поселиться, нужно будет. Когда вы приедете в Америку, я советую, что нужно будет, если нет знакомых, никаких, конечно, здесь или родственников, поселиться нужно будет в городе, который побольше, допустим, Филадельфия или, ну, Атланта, допустим, да, в котором больше будет возможностей, или Чикаго, допустим, или Филадельфия, в котором больше русскоязычного населения, и можно делать нетворкинг, и там можно будет принять, перенять какой-то опыт у таких же коллег, которые ещё готовятся к экзаменам, и можно будет вместе учиться, перенимать опыт и так далее. Но, когда вы уже будете попадать в резидентуру и в тренинг, тренинг делать, то городок нужно найти поменьше, чтобы там был комьют поменьше, нельзя будет тратить времени, так сказать, на машине или на метро, там, два-три часа в одну сторону, потому что это как в Нью-Йорке, допустим, да, вы не захотите быть в Нью-Йорке уже после того, как вы попали в резидентуру или начали работать, потому что это просто вас вымотает полностью, да, вот, то есть вам нужно будет найти городок поменьше уже, когда тренинг начнётся, но когда вы начнёте уже работать, работать первая или вторая сгода и так далее, то там уже можно будет городок немножко побольше найти, средний городок можно найти, когда уже будете работать или немножко побольше даже, вот, потому что если вы даже будете работать в большом мегаполисе, то можно будет жить за пределами его, да, и, допустим, коммьют будете вы делать, можно будет работать уже, или если даже не ездить каждый день туда, в центр города, вы сможете, допустим, ездить в город там два-три раза в неделю, а в остальное время работать, телемедицину делать, скажем так, да, вот, и в среднем городе, если вы посидитесь, то там будет спокойнее, короче, будет коммьют и так далее, вот, Нью-Йорк не нужно выбирать, там сумасшедший абсолютно ритм жизни и очень много там шума, и просто, не знаю, не стоит Нью-Йорк вообще никаких, ни денег, ни связей, ничего, это Мидуэст, эти штаты Мидуэст, которые, Иллинойс, Висконсин, Мичиган, Угайо, вот в этих штатах платят хорошо, и там довольно-таки хорошие городишки, такие средних и маленьких размеров, которые хорошие в госпитале, хорошо платят, поэтому спокойно. Не доплачивают немножко в прибрежных штатах, и на западе, и на востоке в прибрежных штатах, и в мегаполюсах, в мегаполюсах, так? Пару слов о специальности, которые здесь вы приобретёте, очень важная специальность. Так, легко попасть, но, как я говорила, я бы не советовала в семейную медицину, почему? Мало платят, и много, слишком работают, очень хлопотно, внутренние болезни без специальности, по той же самой причине, акушерство, гинекология и педиатрия. Педиатрия тоже самое, маленькие зарплаты, и слишком много хлопота. Акушерство, гинекология просто заедят, заедят, и высокий риск, и слишком много там, ну, просто много работы, и очень хлопотно. Тяжело попасть, но очень хорошие специальности, дерматология, косметическая хирургия, офтальмология и радиология. Если вы попадёте, там вам будет очень хорошо житься. И всё остальное, всё остальное попадает под всё остальное. Значит, если есть всего остального, я считаю, что идеальная будет анестезиология. Там хорошо платят, и там не очень хлопотно. Там, кстати, в анестезиологии идут часто наши бывшие соотечественники. А кардиология находится где-то посрединке. Там довольно много стресса, но можно выбрать такие специальности, подспециальности в кардиологии, в которых не очень много стресса. И там довольно хорошо платят такие кардиологии. Я вам сразу скажу по собственному опыту. И последнее, конечно, как вы адаптируетесь в Америке. Это я уже говорила вам, но повторю. Привычки, образ жизни следуйте им. Не пейте, не курите, не употребляйте наркотики, не откровенничайте ни с кем. Избегайте откровенничания, не выливайте душу. Женщины, не спите с кем попало, не ведите легкий образ жизни. Идеальная рабочая этика должна быть без разговоров. Работать придется много, по крайней мере, в начале, но все американцы работают очень много. То есть следуйте тем, что делает местное население, делайте точно так же. Подводные камни. Люди слишком рано отказываются от мечты стать врачом после одной-двух неудачной экзамены. Не делайте этого, следуйте своей мечте. Но тоже не бейте головой об стенку, если, допустим, 10 раз не удалось стать экзаменом. Этого делать не нужно, это глупо совершенно так. Люди продолжают образ жизни из дома. Не нужно этого делать. Партии, скурение, посиделки, гости, пьянство. Это все должно уйти сразу же. Третье, не знаю хорошо, английский. Это тоже нужно учить английский и знать его хорошо. Соглашаются на малые люди. Не нужно этого делать, особенно, когда негачащиеся на работе, о зарплате. На малые, на копейки соглашаться никогда не нужно. Об этом поговорим потом. Женщины, независти, легкий образ жизни ни в коем случае. Неэтичное поведение на работе, не дай бог взятки или мошенничество. Ни в коем случае можно закончить в тюрьме, вся карьера, вся жизнь полетит. Так, просто. И тусоваться только с бывшими соотечественниками. Тоже не советую. Нужно тусоваться с американцами. В первое время, конечно, будет там ностальгия и все такое прочее, но нужно тусоваться со всеми, нужно дружить с американцами, нужно вписываться в местный, так сказать, круг общения. Вот. Это, пожалуй, все на сегодняшний день. Спасибо большое за внимание. Это была доктор Шамон. Я врач-кардиолог высшей категории в Соединенных Штатах Америки, основатель, президент компании CardioSids. Мы помогаем врачам бороться с последствиями выгорания, связанными на работе. До следующего модуля. Спасибо. Продолжение следует...